друзья всем привет с вами димас мы решили снять продолжение обзора помните у нас был будет ссылочка первый обзор был рыбный с дальнего востока нам консервы предоставили любезно и короче вот такая будет у нас сегодня куча куча всякой этой рыбы как бы консервы рыбные сегодня будет усть каменский район поселок ускаменска вот эти пять позиций тут это в дальний восток а вот этого типа модная такая у нас упаковка это все будет балтика калининград так что начнем скрывать вот смотрите начнем с кижуча лосось для дальневосточный кижуч натуральный все стандартно но мне кажется будет у них все как бы это одинаковое три года хранения и рыба соль все все натуральное вот такой кижуч ну интересно смотрится как бы реальный ароматный кижуч лососевой как бы будем пробовать потом сейчас вот с ними просто посмотреть водичка есть кусок большой кусок поменьше ну все стандартно все круто дальше форель вот такая вот натуральная радужная масса 227 грамм видите тоже опять рыбы соль ну как бы ну стандартный набор и как бы все остальное тот же город то тот же фабрика тот же адрес как бы ну одни те же люди делают наверно вкусно открываем наш форель такая форель смотрите еще интереснее выглядит вообще как будто набор один и тот же ну чуть розовее как бы и еще симпатичный кижуч считается такая более сказать ну дикая рыба не лосось не форель из-за этого может цвет у нее такой более матовый такой цвет дальше у нас семга вы все одинаково как кижуч и форель семга это все лососевые смотрите они просто делают разные как бы обклейки на постере делают разные эти вариации что содержится здесь вес ты как бы картинку меня это вообще огромный просто на семга огромный кусок небольшая рыбка ну сок один интересно прям аж странными дальше получается у нас нерка консервы тихоокеанские лососевая пород натурально рыбы соль все все стандартно все как бы вообще нет никаких этих штук и рыбы такой смотри еще огромный здесь кусок это нерка офигеть еще и больше кусок ну как бы опять же здесь у красивее даже и лосось стандартная баночка принципе упаковка все привыкли к ней вот реально я вот как помню всегда вот лосось самый вкусный ну такая вот стандартная упаковка красивая достаточно ничего не изменилось за 30 лет открываем и вот такой вид не очень красивый вид лосось это самый некрасивый вид запах одинаковый кошка вот хочется кушать рыбы почувствовал этот мы открыли короче для невосточную тему 5 баночка теперь калининградская балтийская тема будем сравнивать как продукция дальнем востоке и в балтике отличается по вкусу и рыб другая как видите да тут везде лосось а тут уже камбелл пришел вот камбелл балтийская обжирена томатом соусе вот вес другой здесь 175 грамм современная европейская упаковка такая тема очень красиво выглядит вообще просто красота очень красивая камбелла фирма bars я не думаю что бар занимается рыбы кассиры занимается обычно встречался занимался только мясом а тут скумбрия с добавлением масла и все по-английски написаны по русские упаковка современная шпротная такая как вот все мы примы привыкли видеть в прибалке открываем обалдеть как круто вообще скомбрия целый кусок какой-то прям вот эту упаковку прикольная первый раз вижу такое обалдеть как красиво очень красиво выглядит даже молоко тут что-то положили кусочек или что-то непонятно шпроты стандартный вариант тушки балтийской кильки шпротовое масло 122 грамма масло нет 175 стандартно как и здесь сделано в россии вот роскон это фирма первая с такой вижу вообще честно обалдеть как красиво шпрот выглядит смотрите очень красиво и девушка кошки с ума сходит и вот с аэра осталась беринг фирма тоже знаменитая позиции много может быть тоже снимали даже такую как бы ну при этом все одинаково 175 стандартные баночки заболевание масла без томата как камбала была обалдеть вот эта красота просто балтийские шпроты сейчас вот ибо балтийская продукция переплюнула весь дальний восток может быть это красная рыба так выглядит но реально очень аппетитно выглядит просто безумно все четыре позиции вот эти намного интереснее чем красная рыба ну будем пробовать что у нас сейчас получится и вам расскажу ну реально на вид-то обалденно ну что друзья начнем пробовать нашу продукцию начнем в обратном порядке из балтики со вкусного хочется приятное сразу ощутить и как будем пробовать у нас смотрите вот тут сара и красивая обалдеть вообще тоже очищены еще прикольно выглядит запах вообще бомбически такой морской прям не только как вот красная рыба пахнет морская белая она очень вкусная и запах отличается от красным все привыкли просто пробуем очень нежно очень вкусно ну нет ничего такого вот только соль и бульон от рыба тушка маленький смотри смотрите как красиво маслица все маслица ночи безумно вкусно валить не буду ну обалденно как бы все видите наглядно что очень вкусно этот а это оказывается не молоко это тушка маленькая отрезана что ты положили все прям по весам со 75 до резали положить прикольно молодцы не могу оторваться очень вкусно сыра бомбическая дальше продолжаем опять с балтики чтобы это не отклоняться шпротики по классике ударю как бы выглядит вообще великолепно все стандартные калибровка отменная нежные разваливается все масли вообще это ну мы пробовать копченость вообще ну реально вкусный шпрот вообще обалденный не вонючий дымом чуть-чуть дымок чувствуется они даже берутся не ломается не разламывается хорошо фото клави подержали вовремя обалденно вообще тоже упал она не развалилась ну прикольно тебе на вилочку опять это просто можно есть вечно вкусно очень нежная вкусная не зря шпроту кстати знакомые пробовали говорили что шпрота реально вкусно и не обманули реально вкусно попробую скумбрии вообще первый раз я вижу такую упаковку скумбрии целый кусок просто смотреть целый кусок положить целый скумбрия просто обалдеть первый раз такой вирь прикольно это просто волги я там люди я не знаю кто там работы какие люди реально хочется есть пробуйте пробовать научить комментариях что какую-либо рыбу любить красную белую новую белая рыба морская на кучей красный уши комментарий кто какую любит рыбу вот и камбала такая вот тоже были ночи классные это прям упаковка не ну ну тут есть место по весу положили 175 всего хватит есть место значит вот должно быть томатная паста прикольно запах такой томатов интересно да кусочек смотрите тут плавничок ну как бы извините нормально так и должно быть до плавничок положили такой камбала все представляете какая на вида оператор тебе понравится точно нет я тебе говорю это бомбически ты любишь такие бычки очень вкусная рыба реально нет нет слов чем хлебушка нула но реально камбала обалденная балтийская вот эта позиция очень вкусная будем пробовать красную рыбу дальний восток начнем обратном порядке вот на вид не призем презентабельная такая рыбка лосось всем знаменитый да какая-то банка странная ну реально упал была другая немножко на вид ну посмотрим запах такого да кто любит нефигантная рыба безвкусная после балтийский вообще не котируется мне кажется даже кошкам отдам не буду из них ничего не готовить и оператора травить вообще никакая рыба первая позиция которая не вкусная не тухлая ничто не какие-то нет вообще нет соли мне кажется вот скоростная упаковка лосось было намного всегда вкуснее ну не знаю аппетит пропал ну ладно не будем о грустном дальше нерка у нас да нерка нерка красивая выглядит такая прям желтезной лосось такой прям красивый большой кусок смотрите тут эти какой ребрышки будем пром с кожицы ну вот это красивые и соответственно вкус другой соседу вкусная рыба до соленая хорошо и посолили удивительно что один тут завод делает такие разные вещи и как бы может быть не в тот момент там поймали ее она нерестилась может красная рыба на сухая консервах она сухая вот белая она сочная вкусная красная суховато ну ладно что поделаешь будем семгу пробовать большой кусок на вид ну прикольно на виды по запах тоже отличает сильно они вот эти красные рыбы даже на вид эротично выглядит вкусненько будем пробовать сухая без бульона вообще нереально я не знаю такой бульон это ну там вода наверное собственно так но сухая красная рыба к тебе вкусная вот это тоже вкусно но не такая вкусная как нерка чуть-чуть соленая соленая но старая какая-то с чуть-чуть старостью не микрос присутствует но неплохо можно супчик из нее сварить опять же переходим дальше дальше форель ну вот туда два хороших кусочка такие вот попробуем побольше на вид прикольно смотрится как бы кишочки все тут присутствует ну и жарненько очень сочный как ни странно форель сочная прям то это сока много там сухость была тут сок обалденно прикольная форель наверно вот из этого дальнего востока на самое вкусное может быть я такой еще пробую брюшко а то может жирненько и такое обалденно нормально вот этим вкусно форель неплохая да и я бы ее съел уже это очень хорошая вещь и остался вот на последней позиции кижуч цвет прекрасный также попробую опять брюшко это ребрышко осталось ну хорошо косточка проварилась по клаве прикольно пахнет стандартно кижуч сухой да суховат но как бы на любителя курс в принципе один и тот же из красной рыбы но вот при этом вот форель самое приятное было съел ну как бы нормально кижуч он наверно свой вкус имеет расстроился мне вот этот как бы единственный лосось потому что чаще всего из него варил суп и он вид у него был всегда получше вот из красной рыбы потом получается что вот не очень у семга хорошие кижуч такой же ну стандартный вообще ну вот лосось не соленый вообще за вот это лосось самый не соленый вот эти все какие то что там добавили соль правильно писали соль а здесь забыли вот банку может соль добавить из-за этого на такой цвет имеет потом вот нерка неплохая большой кусок здесь ну и самое вкусное то форель самое обалденное всем рекомендую если видите такую баночку вот такая форель восток усть-каменска берите все остальное не советовал бы вам брать как бы сидит увидеть не зашло ну суп сварить можно на природе тем более вообще зайдет отлично но вот форель и вообще божественная очень нежная очень вкус у нее такой прям пропитанная на полностью крутой крутая крутая у него больше нравится морская белая рыба там было красивая вкусный томатный соус здесь вообще вид интересный но попался плавничок вот это не так не связали но при этом мягкие и вкусные эти косточки хорошо проварились в доклаве очень вкусный томатный паста хороший рецепт сделал мац это вообще зачет давно и такого не вкусный но вот консервов не ел в томатном соусе не собственно саку автомата балдена не горелый ничего мука не чувствуется все все как нужно по феншую томат чувствуется как будто свежие реально добавить только что с грядки а шпроты вообще крутые балтишки пробил очень вкусные нежные форму держит вообще великолепно ну классно не понравилось перес вижу такую паковку скумбрии что прям целый кусок так лали ну пласт срезали в равне были ночи кого крутая нежная очень вкусное масло но скумбрии и вообще не сложно испортить мы сара до сарежда вообще крутая первый раз тоже вижу целиковые такие вот тушки ну почти целиковый довесок положили маленький но приятная вообще вкусная не такая сухая вся вот белая рыба не сухая если увидите где-нибудь вот такие фирмы беринг то точно увидите барс если кто-то покупал такую скумбрии вообще или видел покупаете прям реально я не знаю сколько она будет стоить в магазине сейчас данный момент но вот это крутая барс удивил вообще в этом плане но фирма такая знаменитая как бы вот роскон да кто видел роскон не знаю я первый раз такую вижу упаковку ну как вердикт такой то что белая рыба намного вкуснее балтийская оказалась это не сравнение видео было как бы но факт том что вот первое видео которое мы снимали здание востока там было и камбала и все остальное она была много с ней реально чем вот этот красный и чем красная рыба опять пять видов у нас лососевых тут было ну ни о чем белая вкуснее привод зашла прям вообще круто всего тот балтийскую весь увидеть продукцию магазине покупайте я рекомендую это классно с вами был димас если понравился обзор пишите лайки вы ставьте лайки пишите комментарии мы с оператором даем передаем привет все с вами был димас оператор антона вы здесь на канале такой обзор был всем пока пока